Тегеран поставил ультиматум Европе Тегеран поставил ультиматум Европе Глава МИД Ирана надеется на помощь России 1. Коммерсант от 8 мая 2019 года, 16.48 Иран прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке, пригрозив пойти на более жесткие меры, если в течение 60 дней его требования не будут выполнены. Речь идет о снятии с Тегерана ограничений на продажу нефти и отмене банковских санкций. Главным адресатом иранского послания стали европейцы, которые обещали сделать все возможное, чтобы Тегеран не пострадал от случившегося ровно год назад выхода США из совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД, который был призван урегулировать иранскую ядерную проблему. Символично, что на момент объявления Тегераном своего решения глава МИДа этой страны Мохаммад Джавадзариф находился в Москве, где обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пути обхода американских санкций. После нарушения США своих обязательств по ядерной сделке Иран прекращает два своих обязательства по СВПД, которые до сих пор страна постоянно выполняла, заявил в среду утром Хасан Раухани в эфире Иранского ТВ. Речь идет об остановке продажи излишек обогащенного урана и тяжелой воды. По словам президента, Иран дает своим партнерам 60 дней на то, чтобы обеспечить основные интересы Тегерана, особенно касающиеся продажи нефти и снятия банковских санкций. Если этого не произойдет, Иран пригрозил прекратить выполнять еще два обязательства по СВПД, а именно, снять ограничения на обогащение урана, сейчас оно находится на уровне 3,67%, и отказаться от помощи большой шестерки, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия, в реконструкции реактора в Ираке на тяжелой воде. «СВПД было бы удовыгодным. Мы не позволим США превратить сделку в выгодную лишь для одной стороны», заявил Хасан Раухани. При этом президент подчеркнул, что предпринятые Тегераном шагини являются концом СВПД. «Иран готов продолжать переговоры, но уже на другом языке. Вчера мы говорили с вами на дружественном и политическом языке, но мы имеем право использовать наш политический и правовой язык в интересах нашей нации», пояснил он, добавив, что Иран выбрал не путь, ведущий к войне, а путь дипломатии. СВПД стал результатом многолетних усилий снять напряженность вокруг иранской ядерной программы. Документ был подписан в июле 2015 года в Вене Ираном и шестеркой международных посредников, пять постоянных членов СБО ООН плюс Германия. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. После завершения президентского срока Барака Обамы новый американский лидер Дональд Трамп взял курс на ограничение роли Ирана на Ближнем Востоке. Он раскритиковал ядерную сделку и 8 мая 2018 года объявил о выходе США из СВПД. Почему США запретили миру покупать нефть у Ирана? В течение года Вашингтон восстановил односторонние санкции в отношении Ирана, которые в первую очередь затронули нефтяную и банковскую сферы. Последние ограничения вступили в силу 2 мая этого года. Было прекращено действие исключения из санкций на покупку иранской нефти для нескольких стран, среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен и от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который бы позволил обойти американские санкции. Однако этот механизм так и не заработал. Последние капли стали намерения США ввести санкции на вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду, а также сотрудничество с Тегераном в атомной сфере. В опубликованном 3 мая заявлении Белого дома сообщалось, что Вашингтон дал 90 дней для исключения из санкций проектов в Араке, в Форде и российско-иранского проекта АЭС Бушер. В Москве назвали намерение США применить санкции против ООН, МАГАТЭ и государств, членов этих организаций за поддержку и выполнение ими решений по реализации СВПД незаконными и неприемлемыми. Общая ответственность сторон. Впрочем, понимая, что Вашингтон не изменит свою политику, решение о приостановке обязательств по СВПД Тегеран адресовал в основном Европе. Заявления иранской стороны по СВПД оцениваются, этот вопрос, вероятно, будет подниматься на заседании Совета по иностранным делам 13 мая, сообщил журналистам чиновник в структурах ЕС в Брюсселе. Однако Франция уже не исключает, что Тегеран может добиться обратного ожидаемого эффекта. Если Иран откажется от некоторых своих обязательств, на что указывает президент Хасан Раухани, это может привести к новым санкциям, сказала в эфире французского телеканала БФМ-ТВ министр обороны Флоранс Парли. Впрочем, она подчеркнула, что Франция, как и ее европейские партнеры, считает важным сохранить действия СВПД. В то же время полное понимание действиям Тегерана высказали в Москве и Пекине. В Китае подчеркнули, что на данный момент Иран в полной мере выполняет свои обязательства. Защита и выполнение СВПД – общая ответственность всех сторон. «Мы призываем все соответствующие стороны делать все необходимое для того, чтобы избежать эскалации ситуации», заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Геншуан, как ЕС пытался спасти ядерную сделку с Ираном. В Москве считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут США. Об этом несколько раз заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве. «Ситуация, которая сложилась по вине Соединенных Штатов, сегодня вызывает очень большие сложности как для выполнения обязательств, взятых участниками этой сделки, перед Исламской Республикой Иран. Такие, не буду скрыть, для общей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия», – сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой. При этом Сергей Лавров призвал всех быть реалистами. По его мнению, США не вернутся в СВПД, поэтому все остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, должны сделать все возможное, чтобы сохранить договоренности с Ираном. Глава МИДа подтвердил намерение Москвы работать со своими партнерами по СВПД, кроме США, чтобы они неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства. Министр напомнил, что уже после выхода США из сделки европейские министры дважды собирались и давали обещание найти способ взаимодействия с Ираном в обход американских санкций, но так ничего и не сделали. Неподвластные американцам пути. Сергей Лавров также подчеркнул, что санкции США препятствуют развитию внешнеторговых связей между Россией и Ираном и вынуждают обе страны искать эффективные пути обхода данных ограничений. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям, сказал он. Со своей стороны, господин Зариф выразил надежду, что Москва сможет повлиять на ситуацию. В ходе визита в Москву он неоднократно подчеркнул, что Иран будет бороться за реализацию своих прав. Но настала очередь мирового сообщества выполнять свои обязательства. Я уверен, что правительство России на этом поприще будет находиться на передних рубежах, подчеркнул он. Почему США и Иран обвинили друг друга в терроризме Иран неоднократно заявлял, что останется в сделке, пока сохраняется его экономическая выгода от СВПД. Однако спустя год европейские политики так и не смогли ничего сделать для Тегерана. Они не оказали сильного сопротивления политике Вашингтона в отношении Ирана. Поэтому Тегеран хочет сохранить выигрышную карту для переговоров в будущем и подтолкнуть европейцев к выполнению своих обязательств, сказал твердый знак эксперт клуба Валдай, старший преподаватель университета имени Шахида Бихиште, Тегеран, Хамид Реза Азизи. Он также отметил, что иранский народ возлагал большие надежды на положительное влияние СВПД на улучшение условий жизни, но этого не произошло. За последнее время критика руководства страны внутри Ирана из-за того, что Тегеран остается в СВПД, резко усилилась. И иранское правительство должно было что-то сделать, чтобы сохранить свой внутренний престиж, сказал эксперт. Он также подчеркнул, что решение Тегерана – это его ответ на последние ядерные санкции со стороны США. Тегеран попытался добиться максимально драматического эффекта с минимально разрушительными последствиями. Он отказался от ограничений на запасы низкообогащенного урана и тяжелой воды, но введенные на прошлой неделе санкции США на экспорт урана и тяжелой воды из страны и так имели бы подобный эффект, считает консультант ПИР-центра Андрей Баклицкий. При этом он подчеркнул, что следующие возможные шаги Ирана – увеличение уровня обогащения и модернизация реактора в Араке – выглядит значительно серьезнее. Но все эти процессы будут идти медленно, легко обратимы, и Иран продолжит диалог с остальными участниками СВПД. Важнее всего то, что Тегеран продолжит придерживаться беспрецедентного сотрудничества с МАГАТЭ, позволяя международному сообществу иметь объективную информацию о иранской ядерной программе, что критически важно, чтобы избежать военного конфликта, считает эксперт. Иран оказался в Капкане. Однако большинство экспертов не испытывают оптимизма. Тегеран долго ждал, делал ставку на развитие бизнеса, снятие санкций. И ничего не получил. Даже китайские банки, несмотря на обещания Пекина поддерживать Тегеран, отказываются открывать счеты иранским гражданам. У России тоже немного возможностей для обхода санкций. «Основное, что мы можем, это оказать политическую поддержку Тегерану», — сказала твердый знак научный сотрудник НИУ Высшая школа экономики Юлия Свешникова. По ее словам, несмотря на то, что Иран сделал максимально возможное для того, чтобы показать себя стороной, которая соглашение соблюдала, ситуация стала только хуже. «Тегеран оказался в экономическом и политически-дипломатическом Капкане», — подчеркнула эксперт. По ее мнению, проблема в том, что СВПД касался только ядерного вопроса, но никак не способствовал решению конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Недовольство США политикой Ирана имеет исторические корни, точечное решение проблемы вокруг ядерной программы корня проблемы не устраняло. И сейчас, несмотря на санкции, Иран не прекратил активную деятельность в регионе. Напротив, усилил политику вовлечения региональных сил в обслуживание своих интересов, — сказал эксперт, добавив, что никто не понимает, что делать. Как Иран пытался объединиться с ЕС против США. Иранцы хотят избежать силового развития событий либо выхода из СВПД. Но текущая политика США загоняет их в угол, где у них остается один из двух вариантов — либо выходить из СВПД, либо пытаться договариваться с американцами. Второй сценарий маловероятен, по крайней мере, на иранском направлении я вижу мало желания с кем-то договариваться, — сказал твердый знак старший научный сотрудник и меморан Николай Кожанов. Он также видит мало возможностей для обхода американских санкций. У России ресурсы весьма ограничены, а у европейцев отсутствует политическая воля для решения вопроса. Во Францию исполнители среднего звена достаточно сильно антииранские настроения, да и в целом у Европы хватает проблем. Это прежде всего Брексит. Но главное, для Европы экономика Ирана не настолько лакомый кусочек, как о том говорят. Объем существующих политических и экономических рисков ставят перед европейским, прежде всего немецким, бизнесом вопрос, стоит ли игра и свеч, подчеркнул эксперт. По его мнению, для европейцев вопрос поиска механизма по обходу американских санкций важен как отработка методики по контерсанкционным действиям на случай возникновения аналогичных ситуаций с более важными экономическими партнерами, например Китаем или Россией. Иран сам по себе здесь не настолько значим, считает эксперт. При этом он подчеркнул, что пока еще рано делать выводы о развитии ситуации. Тегеран известен громкими заявлениями, но на практике очень осторожен, сказал господин Кожанов. По его мнению, многое зависит от того, как США будут реализовывать нефтяное эмбарго, будет ли это попытка физически принудить Иран к тому, чтобы отказаться от торговли нефтью, либо будут определенные санкции против тех, кто станет этой нефтью торговать. Силовые методы могут оказать негативное влияние на ситуацию не только вокруг Ирана, но и в регионе в целом, подчеркнул Николай Кожанов, Марьяна Беленькая, Елизавета Наумова.